В Украине стартует монетизация субсидий. И хотя во власти говорили о том, что люди должны получать наличными всю сумму субсидий, чтобы самостоятельно решать, как именно сделать свой дом энергоэффективным, в реальности пока что можно получить только часть этих денег. То, что удалось сэкономить на оплате счетов. Вице-премьер-министр Павел Разенко анонсировал начало выплат с этой недели. Получить деньги могут почти 2 миллиона человек. Ну а бюджетный ресурс на это предусмотрен в размере чуть больше 1 миллиарда гривен. Итак, кто может получить эти деньги? Как они будут выплачиваться? И почему в этом случае государство одним насчитывает сущие копейки, а другим сотни гривен? Ответ искала Любовь Кукла. Леся Журавская живет в Кропивницком, в трехкомнатной квартире вместе с дочерью. Получает субсидию. Говорит, прошлой зимой спали под двумя одеялами, чтобы не замерзнуть и хоть как-то сэкономить на коммуналке. И в итоге сэкономить все-таки удалось. Правда, цена за испытания холодом вышла копеечной. Люди в черзе говорили про разные суммы. Одни говорили, кому-то повертали 700 гривен, кому-то повертали 150 гривен. Ну, мне повернули 149. Точнее, пока не вернули, а только пообещали. Денег женщина еще не получила. Ждет. С нашими заоблачными ценами на коммуналку украинцам приходится экономить. Но тем, кто имеет автономное отопление и мерзнув прошлой зимой, государство пообещало компенсацию. Правда, суммы за добровольное закаливание довольно скромные. В среднем за сэкономленную электроэнергию можно получить 150 гривен. За газ 700. Но компенсацию за газ заплатят только тем, у кого автономное отопление. Это в основном жители маленьких городков и сел. Их почти 2 миллиона. Механизм выплат простой. Сэкономил, обратился в совбест, написал заявление, куда доставить обещанную сумму. Варианта два. Или на карточный счет, или наличное на почту. Не взвертался пока еще до нас никто. Может будет в будущем, но сейчас пока еще. Оно же только началось. Сегодня только второй день, когда начала действовать монетизация. Перечислить деньги всем украинцам, а это сумма свыше миллиарда гривен, обещают до 15 ноября. И хотя выплаты еще практически не начались, они уже обросли слухами. Люди боятся, что сэкономленные деньги якобы нельзя будет потратить на свои нужды, а только на коммуналку. Это деньги, которые даются людям. А куда она вытрачается? Это сэкономленные деньги, которые человек получает за счет этой экономики. И она может использовать ее на любую. И это далеко не все страшилки, которыми пугает сарафанное радио. Люди уверены, что после выплат компенсации им пересчитают субсидии. Норма залишается незминной при этом. То есть независимо от того, что там что-то используется или не используется, нормы залишаются незминными. И хотя многие слухи оказались неправдивыми, на самом деле с монетизацией не все так радужно, как описывают в правительстве. Это имитация субсидий, чтобы показать, что что сделали. Монетизация субсидий – это требование МВФ. Там посчитали, это научит украинцев экономить энергоресурсы. И нынешняя выплата компенсации – это первый шаг на пути глобальной компенсации. Но вот, по словам экспертов, в Украине этот механизм работает для галочки. Но на действительно адресную компенсацию у нас в бюджете просто денег нет. На выплату субсидий из казны уходят колоссальные суммы. Только в этом году потрачено 60 миллиардов гривен. Ведь на дотациях государства больше 6 миллионов семей. Такого в Европе больше нет нигде. Германия – страна с самой надежной социальной защитой. Там помощь государства уже давно монетизирована. Субсидий, как таковых, нет. Есть соцпомощь живыми деньгами. Пособия получают безработные в среднем 3,5 сотни евро в месяц. Плюс государство помогает оплатить аренду квартиры и коммуналку. Помощь получают безработные. Я никогда ничего не получал. У меня стаж 47 лет. Всю жизнь работал. Я жду внука. Он здесь пытается найти работу. Помогают в Германии малоимущим. Если человеку зарплаты не хватает на жизнь, он может собрать все справки и подать заявку на так называемое жилищное пособие. Некоторое время я получала это пособие, потому что стоимость аренды квартиры была выше моей зарплаты. Я получала 600 евро чистыми, а квартира стоила 800. Конечно, это было скромное жилье, но тем не менее. Монетизация субсидий, как в Европе, это то, что декларирует украинское правительство. Но это дело будущего. А пока сверх задача власти найти деньги на выплату помощи. Ведь в отличие от той же Германии, в Украине в субсидиях нуждаются даже работающие люди, которые просто не зарабатывают на заоблачную коммуналку. А все стимулы экономить ресурсы пока слишком неубедительны финансово. Любовь кукла Татьяна Лагунова, Елена Брынза, Сергей Еременко, Павел Лысенко и Владимир Кувакин. Подробности недели. Телеканал Интер.